Белковое питание. Существует несколько серьезных проблем в употреблении белковой пищи. Вы все знаете, что белковая пища это в основном мясо, рыба, яйца, кисломолочные продукты. Ну и небольшую долю белков будет составлять растительный белок. Хотя белок есть в любом продукте, в любом пищевом продукте есть белок. Просто концентрация может быть незначительная. Но основные источники белка это конечно животные продукты. Из растительных продуктов можно назвать бобовые продукты, орехи достаточно богаты белком. Поэтому те люди, которые избегают продукты животного происхождения, им придется увеличить количество белков растительного происхождения. Ну и конечно как-то добавить какие-то дополнительные аминокислоты. Для того, чтобы клетки ткани вашего организма вовремя строились, восстанавливались. По совместимости мяса, мясных продуктов. То есть совмещать мясные продукты с продуктами. Ну вот часто пишут в литературе с углеводами. И морковка углевод, и хлеб углевод. Так вот углеводами, которые содержат большое количество крахмала. То есть это прежде всего картофель, клейковины, картофель, хлеб. Вот с этими продуктами, рис например, с этими углеводами, скажем так, мясо, мясные продукты не очень совместимы. Потому что для нормальной переработки мяса требуется кислая среда и активная работа ферментов. Ферментов желудки, трепсин, и ферментов поджелудочной железы, это хемотрепсин. Так вот как раз крахмалистые продукты, крахмал собственно, он и нейтрализует. То есть резко снижает активность вот этих протоэлитических ферментов или ферментов, которые перерабатывают белки. И соответственно что происходит? Мясо мы поели, а толком оно перевариться не может. И вот образуется огромное количество продуктов недопереваренного мяса. То есть это в основном какие-то составляющие мочевины, мочевой кислоты. И огромная нагрузка ложится потом на почки по выведению продуктов мочекислого обмена, по выведению продуктов белкового обмена. А все что не вывелось почками, оно будет откладываться в позвоночнице, в суставах, в виде соли. Вот это как раз и есть результаты недопереваренных белков. С какими же продуктами, какими же углеводами хорошо употреблять мясо? Это прежде всего с клетчаткой, нерастворимой или растворимой. То есть продуктами, содержащими большую концентрацию клетчатки. И свежими овощами, которые содержат ферменты, которые способны помочь переварить мясо. Например, это морковь, свекла, капуста, брюссельская брокколи, цветная капуста, белокочанная капуста. Лук, чеснок содержат большое количество ферментов, способных помочь переварить мясо. Какие-то кислые соки помогают переваривать мясо. Например, лимонный сок, натуральное вино сухое помогает нам переваривать мясо. То есть это свежие овощи, это кислые овощи, соки и какие-то кислые фрукты, возможно, добавления. Если вы употребляете животный белок, то желательно, чтобы это было натуральное мясо, чтобы это была натуральная рыба.